Вся философия субъекта Вся философия нового времени, а именно философия субъекта, возможно только трансцендентальная философия. И из этого положения можно будет найти как бы выход, некий выход возможностей философии вообще. В общем, в целом мы будем сегодня разговаривать о такой проблеме, как о возможности философии вообще. Эту проблему ставит, допустим, аналитическая философия, которая утверждает, что, собственно, философия ставит некие мнимые проблемы. Это своего рода лженаука или мнимая наука, неправильное использование языка и прочее. В некотором смысле мы будем двигаться в этом направлении, но, возможно, нам удастся показать возможность и место философии, в отличие от наук. Но для этого надо будет высказать какие-то тезисы, в рамках которых должна соблюсти такая дисциплина, как философия, чтобы вообще состояться. Собственно, начальная проблема, которую необходимо обсудить, есть проблема статуса трансцендентальной философии. Можно подумать, что трансцендентальная философия представляет собой частный случай философии, а именно философия, которая развивает Кант. На самом деле, если исследовать этот вопрос, то выяснится, что и это требует своего доказательства, что трансцендентальная философия, собственно, и есть парадигма классической философии нового времени, которая начинается с философии Декарта и заканчивается философией Гегеля. Возможно, даже эта парадигма существует и в современной философии. Возможно, философия Гегеля также является трансцендентальной. Все это требует своего исследования. Я попытаюсь сейчас отстаивать тезис, что всякая философия субъекта является трансцендентальной философией. Вообще, субъект объектное различие, если обратиться к истории философии, четко выводится впервые в философии Канта. Вообще, самая постановка вопроса о познании как об отношении между способностями познающего и миром, сама постановка вопроса о различении и разделении субъекта познавания и объекта познавания впервые четко прослеживается именно философией Канта. И это не случайно. Дело в том, что сама парадигма субъекта объектного различия есть не что иное, как трансцендентальная парадигма. Действительно, вот изначальное наше субъект объектное различие. Оно лежит в основании трансцендентальной философии. Собственно, как бы сама трансцендентальная постановка вопроса может быть высказана и выражена только в системе этого различия. Причем, субъект понимается вполне определенно, как некое единство, вот я квадрат единственности ставлю, единство суммы своих способностей. То есть субъект, если мы будем в качестве примера брать философию Канта, обладает познавательными способностями, способностями созерцания, мышления, способностью осуждения, способностью воображения и прочими способностями, которые у Канта в его критике честного разума появляются одна за другой. И само изложение как бы трансцендентальной философии состоит в том, что выявляются те или иные способности. И, собственно, субъект в своем теоретическом изложении. У Канта, как известно, душа представляет речь о себе, но, тем не менее, в самом теоретическом изложении трансцендентальной философии мы наблюдаем, что субъек, если обобщить его, представляет собой некое единство своих способностей, некое вместилище этих способностей. И, собственно, сами способности, они направлены на мир, да, они, поэтому, поскольку, что такое способность? Способность – это некоторый способ, каким субъекту мир дат. Собственно, постановка вопроса Канта и начинается с того, что есть некоторое… между нашим знанием и миром самим по себе существует некий посредник, да, и вот этот посредник, а именно наши способности познавательные, да, они участвуют не только в смысле постижения мира, но и в смысле его конституирования, да. Вот как у Канта формы созерцания, формы чувственной формы, формы мышления, они, собственно, и дают нам мир так, как он нам есть, и всегда дают субъективно, только в тех формах, которые нам доступны, именно в субъективных формах. И самое главное в этом разговоре состоит в том, что субъект представляется вот некой единственной способности, и это, опять же, является характерной чертой трансцендентальной философии. Третья особенность трансцендентальной философии, она состоит в том, что каждая способность представляет собой некую интенсиональность. Собственно, у Канта этот разговор, он не обсуждается, он, как бы, проходит по умолчанию, да, этот вопрос подняли в своем обсуждении уже после Канта. Вот, там, Брентана и прежде всего Гусер, да, вот каждая способность соответствует свой предмет. То есть, на самом деле, не только для субъекта как некое единство, да, мы можем рассматривать субъект объектно-различие, но для каждой отдельной способности точно так же существует свое субъектно-объектное различие. То есть, я это характеризую тем способом, что каждая способность соответствует свой предмет. Здесь есть взаимное соответствие между тем, каким способом нам мир дан, и тем, что, собственно, этот способ может из мира выхватить. Ну, допустим, если мы будем рассматривать чувственные способности, да, то всем понятно, на самом деле, что вот есть, например, способность зрения, и она выхватывает в мире только зрительные образы, да, и она не может выхватывать в мире звуки, да, на звуки направлена другая способность. На вкус направлена третья способность, на сезание направлена четвертая способность, да, но это, допустим, в рамках этого мышление, опять же, имеет тоже свой другой предмет, а именно смысл. И получается, что каждая способность имеет свой предмет. И здесь существует взаимоднозначное соответствие, поскольку только если мир рассматривать как некое нерачлененное целое, да, то из этого мира способности выхватывают только то, что могут выхватить, да. Она как бы набрасывается, эта способность, и мир берет в том аспекте, в котором она способна его взять. Собственно, вот она, мир берет в этой данности, да. Если мы говорим о восприятии, то речь идет именно о том, как мир может быть дан. И вот этот разговор очень важен, что каждая способность соответствует свой предмет. Собственно, на этом базируется понятие интенциональности. То есть интенциональность понимается как некая направленность, да, и эта направленность, надо понимать, как направленность способности на свой предмет. Ну, можно говорить об интенциональности и субъекта как целое, да, которое представляет собой, на самом деле, совокупность способностей. Просто это будет некое обобщение. Еще одна особенность, состоящая в том, что если мы субъект объектного различия рассмотрим в качестве объекта весь мир как целое, да, конечно, восприятие мира не может нам представить как целое, но в нашем рассуждении мы понимаем о том, что для того, чтобы что-то более наглядно представить, мы можем допустить такую возможность, да, и говорить о том, что было бы, если бы объектом стал весь мир как целое. В этом случае мы бы имели следующую картинку, да, субъект был бы направлен на мир. Из самой картинки следовало бы, что он как бы находится вне мира. То есть, что субъект, во-первых, субъект вне мира, вне мира, в каком смысле вне мира? Если, возможно, такая позиция, как отношение субъекту как бы ко всему миру, ну, в данном случае это некоторый способ упрощенного объяснения. На самом деле, субъект направлен, конечно, каждый раз на какой-то конкретный объект, но просто он обозревает все возможные объекты, какие вокруг него находятся. Он как бы всегда находится вне как бы того, что представляет собой объектность, да. Мир-то представляет собой некую... Что такое мир, да? Мир-то некая совокупность объектов, да. Вот мир как совокупность объектов, он находится... Субъект, он не представляет собой объект, да. Субъект, он есть нечто, что как бы отличен от объекта, исходя из изначальной схемы, исходя из изначальной парадигмы субъекта объектного различия. И если субъект выделен, то он как бы тем самым находится как бы вне мира. И вот эта вот вне мировой субъекта предполагает вторую необходимость, а именно видение абсолютного субъекта. Абсолютный субъект. Зачем он нужен? Дело в том, что когда мы рассуждаем о вот таком отношении, как субъект относится ко всему миру, ну хотя, как бы я уже объясняю, что это есть только способ более наглядно показать ситуацию. На самом деле надо говорить о безначальной ситуации, субъект относится к объекту, но просто каждый раз просто мир представляет совокупность объектов, поэтому каждый раз мы находимся как бы вне мира. Потому что вот такая позиция могла быть в философии зафиксирована, необходима некая внешняя позиция, абсолютная. Позиция абсолютного субъекта. На этой позиции состоит как бы вот сам философ, в данном случае Кант. И получается, что как бы он рассуждает о субъектах, объектах различий, находясь как бы извне. Собственно, вот на эту, это одно из претензий Гегеля, философии Канта, что у него философия представляется, это излагается как бы внешним способом, неподобающим способом. Собственно, то, что философия излагается внешним способом, Кант это тоже понимал. И собственно, то, что философия называется трансцендентальной философией, она как раз и базируется вот на этом. Вот эта вот формула, которая здесь изображена, субъект направлен на мир, как бы, и ведется некий разговор о том, и как бы со стороны, как соотносится субъект и мир, то есть, как соотносится, как происходит познавание субъекта мира, вот эта вот внешняя позиция, это и есть трансцендентальная позиция. Именно с этой позиции Кант исследует возможность субъекту познавать мир. Собственно, отсюда и возникает предположение о некоторых вещах себе. Посмотрите. Давайте этот вопрос осветим более подробно, потому что это важно. Вот у нас есть исходный субъект, направлен на объекты, ну, как бы на мир. На объекты или на мир, потому что совокупность всех объектов представляет собой мир. И тогда мы говорим о том, что есть некая внешняя позиция, я назвал ее абсолютной позиции. С этой абсолютной позиции ведется разговор, на ней, собственно, стоит Кант. И если Кант стоит на этой позиции, то поскольку он находится как бы вне этого отношения, как и это исследователь, то он должен ограничить свое рассуждение. И он ограничивает свое рассуждение именно трансцендентальным, а не трансцендентным исследанием. То есть, иначе говоря, он не говорит о том, каким образом вот здесь могут существовать объекты сами по себе, как он говорит, вещи сами по себе. Но он может их предположить, поскольку он находится в такой позиции, в которой открыт горизонт, горизонт вещей в себе. С другой стороны, открыт горизонт как бы того, что представляет собой субъект. Иначе говоря, с этой позиции можно собрать субъект в некое единство, то, что я называю единство. Потому что, стройко говоря, если мы говорим о способностях, и поскольку каждая способность соответствует свой предмет, то необходимо было бы о способности рассматривать, точнее, причиной каждой способности. Вот у нас есть каждая способность. Причиной каждой способности надо было бы рассматривать как какой-то свой субъект. И в данном рассмотрении субъекта объектного различия субъект представляет собой некую причину, некую внутреннюю причину того, почему он направлен на определенного рода объект. Каждый, точно так же и в каждой способности. каждая способность направлена на свой объект и работает параллельно с другими способностями и каждая способность имеет свой предмет и эти предметы не пересекаются поэтому каждая способность может рассматриваться точно так же, как какой-то субъект потому что одно из определений субъекта является, субъект представляет собой причину акта каждая способность это есть своего рода акты некие акты направлены на объект и причина у этих актов вот мы рисовали в свое время интенсиональность, как она выглядит каждая способность, как я уже говорил это способность, выражающаяся в некую интенсиональность как она выглядит? вот у нас есть акты и есть объекты, на которые направлены акты и мы говорили о том, что вот это это феноменологическая картина То есть эту картину мы можем наблюдать в непосредственном исследовании своего поля сознания. То есть мы можем непосредственно в собственном опыте наблюдать, что есть акты, есть объекты, и их различие непосредственно. Но поскольку мы каждый раз восходим к некой причине, то мы должны спросить, есть ли у актов какие-то причины. И тогда мы должны бы придумать какую-то причину этих актов. И, естественно, предположить, исходя из самой структуры, что причину этих актов представляют собой некие субъекты, как причины актов. Причем это понимание является определением субъекта. И точно так же, когда мы говорим о способностях, у нас есть некая конкретная способность, она выражает эту способность как способ выхватывания из мира. Ну или удерживания, лучше говорить. Потому что есть способности, которые действуют не обязательно на мир направленных, они могут быть направлены на внутреннюю жизнь сознания. А вот каждая способность удерживать свой предмет, она представляет собой некие усилия, некие акты. И вот, собственно, у каждой способности есть некий свой субъект. Есть некая своя причина актов, и это по определению. Если мы говорим об этом, то только с позиции, теперь возвращаясь к исходному разговору, да, то только с позиции абсолютного субъекта мы можем говорить о единстве субъектов. Мы можем говорить о том, что субъект равняется сумме своих способностей. Потому что в ином отношении субъект просто бы развалился на многообразии субъектов. Не было бы никакого одного субъекта, да, но абсолютный субъект может учредить единого субъекта, да. Только с этой позиции это возможно. То есть только с этой позиции возможно вот такое объединение многообразных способностей, каждый из которых, как я еще раз говорю, независимо от друга и действует, да, параллельно другим способностям. Только их объединит нечто целое, называемое субъектом. Вот эта вот абсолютная позиция, она обязательно нужна. И, собственно, мы как в трансцендентальной философии постоянно это наблюдаем. Наличие такой позиции. Хотя, как бы, Кант, конечно, доказывал, что с предположением в абсолютном субъекте связана антиномия, если говорить об абсолютном субъекте как о начале, да, о начале мира. Но речь идет как раз вот не о Боге, а речь идет, в данном случае, здесь речь идет об абсолютной позиции. Всякий раз, когда мы говорим о философии, мы должны учитывать, с какой позиции ведется речь. Вот если мы, допустим, тут надо сказать несколько слов о том, что такое феноменология, да. Философия нового времени, она, начиная с Декарта, заявила о себе как феноменология. В чем состоит эта дисциплина? Эта дисциплина выражается в том, что основания для философии находят не в каких-то догмах, не в каких-то логических построениях, и не в каких-то очевидностях, да, связанных с умопостижением. Основанием философии является некая очевидность из опыта. Вот опытная очевидность, она служит в новейшее время в философии субъекта, вот основанием философии вообще. И, собственно, Декарта положил этому начало в своей философии, когда начал, когда взял в качестве исходного основания своей философии опыт сомнений, да, вот опыт сомнений, в котором возникло нечто аподектическое, а именно я, лучше говорить, мышление, в котором нельзя сомневаться, да, или сомнение, в котором нельзя сомневаться. Вот такое основание, которое не предполагает никакие другие предпосылки, например, логического характера или характера очевидности в виде восприятия, допустим, да, что вот я вижу, и то, что я вижу, является для меня очевидным. То есть Декарта поставил под сомнение все. Подставил под сомнение все, что в поле восприятия находится, и все, что находится в поле мышления, в том числе даже логические доказательства, даже теоремы, да, там, как он говорит, математические, которые нам кажутся совершенно очевидными. Так вот, собственно, феноменология именно этим выделяется из основной философии Декард положил основание такой философии, которую можно было назвать обобщенным словом феноменологией В отличие от феноменологии, которую развивал Гуссер И у Гуссера эта феноменология является как бы частным словом А на самом деле вся философия новейшего времени является по своему смыслу феноменологией Такой же феноменологией является собственной философией Кампа Кант тоже основывает свою философию на неком опыте Он исходит из некого опыта И, в отличие от Декарта, он не пытается построить свою философию, исходя из некого основания Он занимается критикой Поэтому форма его изложения отличается от формы изложения Декарта Собственно, Кант думал, что в будущем, когда-нибудь придется строить метафизику от начального основания Когда будет проделана вся критика, которая требуется, чтобы расчистить основания для построения метафизики В будущем она должна была бы быть, по идее, изложена именно в таком же аппотектическом виде, как она изложена у Декарта Но, когда мы говорим об опыте, то мы должны понимать, что в опыте всякий... Что такое опыт? Опыт — это способ, каким образом указывается, как этот опыт осуществляется Нельзя просто сказать, что... Не может исследователь, философ сказать, что мне это очевидно, и поэтому это так Он должен, на самом деле, указать некую позицию другим исследователям, другим философам И эти другие исследователи и философы, чтобы эти другие исследователи и философы могли эту позицию занять И, собственно, как бы из нее исследовать Вот такой вот в данном случае абсолютный субъект является... Или абсолютная позиция, можно было бы сказать Это является той позицией, на которую предлагает нам Кант встать Для того, чтобы понять, о чем идет речь Но у Канта не отрефлектирован тот момент, что занимая такую трансцендентальную позицию Собственно, абсолютный субъект, он и стоит на трансцендентальной позиции, как я говорю Что Кант не отслеживает тот момент, что такая позиция, она как бы находится вне философии Получается, как бы субъект... философия, собственно, ее содержание, оно не включает в себе эту позицию И следующим этапом развития философии должна была быть такая позиция Которая бы устранила вот эту вот абсолютную позицию И включила ее в состав собственной философии И вот такой философией является, прежде всего, философией Фихта Которая, собственно, начинает с Я И у него Я, оно объединяет У него, правда, там есть абсолютное Я каждый раз Но, тем не менее, как бы, это абсолютное Я, и Я, о котором всегда идет речь Оно о каком-то отношении объединенной Но у Фихта, опять же, это проделано не вполне последовательно И только у Гегеля, да, когда Гегель выстраивает свою систему иммунитным способом Да, уже, как бы, разговаривая не о субъектах, а о сознаниях Собственно, он именно берет термин сознания для того, чтобы Устраниться от проблем, которые связаны с философией субъекта Потому что, вот я уже говорю, что субъект как бы мыслится вне мира Мало того, что мыслится вне мира, сам исследователь становится в некую абсолютную позицию И исследует, каким образом субъект относится с объектом Он находится в некой трансцендентальной позиции Но она является, собственно, абсолютной И вот Гегель включает это все в некое единство, в некую тотальность И говорит о тотальности сознания И, собственно, у него все движение исследователя, оно включено в саму тотальность Но по поводу того, как Гегель преодолевает философию Канта Мы остановимся немного позже А сейчас исследуем еще пункты, которые относятся и существенны для констатации того, что представляет собой трансцендентальная философия В чем она выражается Ну, следует, прежде всего, сказать, что трансцендентальную философию дальше развивали другие исследователи Я уже говорил о Гусерле Гусерле говорит о такой структуре, как редукции У него редукции Ну, речь идет о феноменологической редукции И эпидемической редукции И прочее Откуда возникает необходимость разговора о таких вещах? Дело в том, что если мы говорим Когда мы говорим о субъект-объектном различии В познавательном смысле То в качестве В общем случае объектами могут быть все, что угодно Да, может быть, объектами могут выступить мысли, воображаемые объекты и прочее Но в познавательном смысле нам очень важно Когда объекты рассматриваются как объекты мира А именно, либо сущие Либо сущие Либо феномены В чем состоит их различие, я потом объясню И когда мы говорим о том, что объектами выступают сущие феномены Возникает необходимость явного указания на том, в чем состоит различие субъекта и объекта И поскольку субъект у нас выступает как субъект способности То мы не можем указать никакого другого различия, кроме как различения способностей И у нас получается, что различие субъекта и объекта В случае, когда объектами выступают сущие феномены Она проходит по линии разбиения способностей То есть различие, оно проходит по линии разбиения мышления то есть мышление того, что мыслится, да, и воспринимание, восприятие. Как это поясняется? Это поясняется тем способом, что мышление понимается как некая спонтанейность, некая субъективная деятельность. Спонтанейность – это термин «канта». А в Гегеле говорит о том, что в мышлении мы как раз и обладаем нашей свободой. Свобода – это Гегель. То есть, иначе говоря, мышление всегда понимается как субъективная деятельность. Мышление принадлежит субъекту. И общий для… Здесь еще следует вот что заметить. Общий для классической философии является формула, что весь мир, вот я это тоже уже в свое время обсуждал, весь мир можно разбить на субъекты и не субъекты. То есть, на «я» и «не я» как значок объединения. То есть, весь мир, да, вот все, что есть в этом мире, можно разбить на «я» и «не я». И это разбиение, оно как бы логически, это безукоризненно, потому что весь мир можно разбить на любом основании. Взять какой-то параметр или разбить по параметру на… Вот если это писать в логической форме, то весь мир можно разбить на «я» и «не а», да. Как бы и «я» и «не а», оно и исчерпывает все возможности. Почему? Потому что если рисовать круги Эллера, да, вот, и мы говорим, что вот этот весь мир, то если мы рисуем это «а», то «не а» как раз будет дополнительная область. И получается, что «а» и «не а» — это представляет собой все поле возможностей. И, собственно, вот эта вот формула, что весь мир разбивается «я» и «не я», это формула Фихте. Она действует в классической философии везде. Она характерна и для Канта, и для Гегеля. Да, собственно, вот это вот разбиение, оно предполагается некоторой самоощевидностью. И поэтому, когда в данном случае говорится о том, что мышление принадлежит субъекту, так когда, если мы устанавливаем, если для нас является очевидным, что мышление принадлежит субъекту, то отсюда мы можем сделать вывод, согласно этой формуле, что, ну, для того, чтобы, на самом деле, полный вывод сделать, надо недостаточно только одно мышление, а надо будет сказать и перебрать и остальные способности, которые мы обладаем, а именно представление принадлежит субъекту, воображение принадлежит субъекту. Мы перебираем многообразие способностей, которые мы обладаем, но я сейчас этим заниматься не буду. Они все принадлежат субъекту. И у нас остается единственная способность, а именно способность восприятия. Как я уже говорил, почему речь идет в те времена способности. Потому что субъект не имеет никакой другой характеристики в теоретической философии Канта и Гегеля. Ну, у Гегеля субъекта он вступает как сознание, поэтому Гегеля пока оставим, у Канта, да? Он, субъект у Канта, характеризуется только своими способностями. Остается способность восприятия. И получается, что разбиение субъекта и объекта есть разбиение способностей, да? На стороне субъекта, ну, тут не только... Я оставил только мышление, потому что это существенно важная способность, да? Потому что мы строим свои теории, собственно, и мы, как исследователи, как философы, находимся в мышлении, да? Поэтому для философии именно мышление представляет собой ту существенную способность, которую она себе выражает. Воображение, представление, как бы, эти способности, они связаны, там, с другими формами, ну, если брать философию Гегеля, с другими формами отношения к миру, да? Это, там, религия, искусство. Но мы пока это оставляем, нам самое важное, что вот есть существенное кардинальное различие между мышлением и восприятием, да? И получается, что мышление и восприятие, что субъект объектные различия проходят по линии различений способностей. Ну, точнее, если правильно говорить, здесь то, на стороне субъекта находится все мысленное, да? Все, что касается мышления, на стороне объекта находится то, что дано нам с помощью восприятия, да? То есть, именно только в восприятии нам дан субъект. И из этой формулы следует, что если мы понимаем, на самом деле, что в классической философии различение субъекта-объекта проходит по линии различений способностей, да? То есть, объекты даны нам восприятие, как бы, потом они постигаются, конечно же, объекты даны восприятие, потом постигается мышление. Об этом говорят и, в том числе, и эмпиристы, да, что всякое... Ну, вообще, для классической философии характерно, что всякое исследование начинается в чувствах, да, и заканчивается, там, мышлением. То есть, собственно, начинается в некотором опыте, да, и заканчивается в теории. И это и есть путь, собственно, знания, да? Так вот, когда мы говорим об этом пути знания, то вот эти редукции, о которых говорит уже Гуссерль, да, который как бы добавляет, как кажется, да, что-то новое в трансцендентальной философии, на самом деле здесь ничего нового нет. Это и есть не что иное, как вот путь, да, от восприятия к мышлению. То есть, иначе говоря, вот явления или феномены, которые, феномены, которые классические философии, опять же, это является некими термообъектами, да, и, собственно, являются только чувственными. То есть, они в своем движении познавания, они как бы должны, они как бы редуцируются в нечто мысленное, да, мысленное. Здесь еще важно заметить, вот я уже этот разговор тут поднял, что феномен в классической философии понимается как нечто чувственное. Вот, если взять философию, для этого, чтобы это как бы явно выразить, мы достаточно просто рассмотреть философию Канта, в котором Кант различает явления, данные созерцания, то есть чувственные способности, способности, да, и наумены, которые понимаются как только умопостигаемые сущности. То есть способность, доступность способности мышления. И вот это различие явлений феноменов, опять же, проходит по линии различения способностей. Почему вообще везде речь идет здесь о способности? Можно было бы подумать, что это какой-то несущественный разговор, да, как будто бы есть существенный разговор о субъекте, да, вот, а когда еще идет о способностях, там, восприятии, мышлении, там, воображении, и все эти разговоры о восприятии, мышлении, воображении, и прочих способностях мы постоянно наблюдаем в классической философии, достаточно открыто. Канта или Гегеля и Полисталь. На самом деле это существенный разговор, потому что, собственно, никакого способа другого субъекта объектного различия заявить о субъекте просто нет. Просто нет. То есть субъект может заявить о себе только через свои способности. Это есть единственный способ, каким субъект себя манифестирует в таком различии. И, собственно, трансцендентальная философия, в этом смысле, она может заявить о себе только о философии способностей. И это ярко очень высвещено именно у Канта, который последовательно проводил эту линию. Ну, и здесь, наконец, следует добавить, для того, чтобы обрисовать картинку не только в ее логическом виде, но и в интуитивном виде, что вот в трансцендентальной философии постоянно ведется разговор о какой-то, во-первых, о двух вещах, о субъективном и объективном. И это различие очень важное. И оно как раз связано с субъект-объектным вот этим различием. И это вся классическая философия пронизана и у Гегеля, и у всех. Субъективное, объективное. И вообще вот этот разговор о том, что нечто одно субъективное, а нечто другое объективное, оно очень важно. Во-первых. Во-вторых, речь ведется о каких-то, когда говорится о мире, всегда речь ведется о том, что как бы нечто существует вне субъекта. Какое-то вот это вот вне. Причем это вне, понятно, что не является вне пространства. Как вещи существуют сами по себе. Вне, сами по себе. Всякий раз, ну, как бы, или в себе, как говорит этот Гегель. И все эти разговоры, они как раз исходят изначально от различия субъекта и объекта. Почему? Потому что субъект всегда понимается как активное начало, да, и он относится к объекту не просто постигающий, а всегда как бы конструктивно. И вот это вот конструктивное отношение субъекта к объекту, если мы дальше вот развиваем, в данном случае мы развиваем все возможности, какие может предложить нам субъект объектной антологии, да, то есть субъект-объектная философия. Потому что субъект-объектная философия, как трансцендентальная философия, она сводит всю антологию, собственно, гносеологии, да. Потому что, если она обсуждает способности, да, и каким образом, что такое способность, это некие активности, да, мы, как бы, если можно так вырезаться, набрасываемся на мир, расчленяем его по линии наших способностей, да, мир представляет собой мир разнообразных сущих и вещей, да, исходя из того, что наши способности и восприятия, которые разбиты, сами разбиты на отдельные способности, да, вот его расчленяет на зрение, на, точнее, надо бы говорить так, на образы, да, на звуки, на ощущения и прочее, да. И вот эта вот картина, пёстрая картина, она, как бы, у нас потом как-то синтезируется в нечто, что мы называем объектами, или что мы называем вещами. Объекты и вещи-то не одно, потому что объекты-то как более общая характеристика, а вещи, они даны восприятия. И, собственно, последовательная субъект-объектная философия, она всегда субъективна. Даже философия Гегеля, которая пыталась быть объективной, она всё равно, она становится субъективной. Собственно, объективность философии Гегеля, она это имеет. Представляет собой некоторую, объективность философии Гегеля, представляет собой некоторое недоразумение, потому что, собственно, субстанция, да, которая развивается у Гегеля, она представляет собой субстанцию абсолютного субъекта. Иначе говоря, вот, когда я рисовал этого абсолютного субъекта, как позицию, с которой излагает свою философию Канта, Эта позиция у Гегеля втянута в изложение самой философии и представляет некий предел того, куда знание может развиваться. На самом деле, если исходить из того, что его философия абсолютно субъекта, то она столь же субъективна, потому что, опять же, речь идет о субъекте. Проблемы, которые существуют с субъектом изложения философии, на них, прежде всего, обратил внимание Гегель, он пытался их преодолеть своей философией. Что же он предложил? Он предложил, я сейчас излагаю в таком упрощенном виде, чтобы понять само логическое движение. Он предложил использовать вместо понятия субъекта понятие сознания. Но мы его будем вот такой буквы сирисовать. Сознание. В чем состоит разница? Когда речь идет о субъектом, объектном различии, и, собственно, сам субъект вводится только в этом различии, потому что субъект есть и субъект объектные различия, трансцендентальная постановка вопроса, вопрос-постановка рассматривания субъекта как единство своих способностей, все эти вещи, они родоположны. Непонятно, на самом деле, что является из них основанием другого. На самом деле, есть некое, как бы, то, что называется парадигма, которая раскрывается. Как она раскрывается? Она раскрывается в некоторых, с разных сторон, если так можно выразиться. Некая цельная парадигма рассматривается с разных сторон. И вот то, что я описал в качестве субъектной философии, это, собственно, есть способ, каким парадигма раскрывается в своих ключевых высказаниях. И когда мы вырисуем субъект объектные различия, то мы всякий раз тем самым рассматриваем трансцендентальную постановку вопроса. А где у нас находится трансцендентальная позиция? Я уже говорил, что трансцендентальная позиция находится в абсолютной позиции, ну, или трансцендентальной позиции. И Гегель понимает, и, собственно, в этом и состоит настоятельность философии, чтобы втянуть эту позицию внутрь философии. Единственный способ, каким это можно сделать, если заменить понятие субъект сознанием. Почему? Потому что субъект, он связан своими способностями, и мы ничего не можем с ним сделать. Да, и субъект всегда находится вне объекта. Субъект, потому что как единство суммы своих способностей, он всегда вне объекта находится. И для того, чтобы преодолеть это, надо было взять нечто другое, которое представляет собой более правильное сущее, в котором абсолютная трансцендентальная позиция будет втянута внутрь. Это представляет собой сознание. Сознание есть нечто, как я постоянно говорю, нечто пространственное. Вот мы рисуем сферу сознания. Сфера сознания. И внутри этой сферы Гегель развивает вот этот различие, субъект объектные различия, которые теперь понимаются тем способом, что сознание является и той сферой, в котором все находится. Ведь сознание – это естество, в чем находятся все другие способности. В чем находятся все другие объекты. В этом и состоит его смысл того, что сознание является чем-то пространственным. И сознание, с одной стороны, является чем-то охватывающим. Дело в том, что и получается, что сознание действует так же, является некоторым выделенным существенным, как субъектом, которое направлено на предмет. И вот тогда, когда мы говорим о вот этом сознании, он, собственно, он различал, об этом говорил как о всеобщем сознании, об этом говорил как о единичном сознании. Правда, потом это единичное сознание восходило к этому всеобщему сознанию, и постепенно, как бы, в своем логическом движении вставалось только всеобщее сознание, которое и равнялось абсолютному субъекту. Вот он был достигнут. Она достигается тем способом, что все различия в ходе движения единичного субъекта в процессе познавания, в процессе знания, да, снимаются, и достигается вот некоторая некоторая монолитная тотальность. Конечно, различия в нем тоже существуют в снятом виде, и это говорит о том, что эта тотальность является, как говорит Гегель, чем-то конкретным. тем самым проблему субъекта, связанную с тем, что субъект оставался как бы вне мира, она была снята. И трансцендентальная позиция, когда она была втянута внутрь сознания, она превратилась в некую монентность. И философию Гегеля можно обозначить как некую монентную философию. Философию. Собственно, эта философия в том виде, в каком ее построил Гегель, она не является последовательной, потому что итогом такой философии является опять же субъект. То есть субъект никуда не делся, абсолютный субъект он остался. Не важно, называется ли он абсолютной идеей, называется ли дух, как бы он ни назывался, в любом случае речь все равно идет об абсолютном субъекте. И философия Гегеля, она все-таки остается субъектной философией. Тем не менее, Гегель дает возможность увидеть другой способ подхода к проблеме. Вообще говоря, вся проблематика, если так можно выразиться, классической философии после Канта состояла в том, чтобы преодолеть субъективность кантовской философии. И это не так легко, как кажется. Собственно, и мои исследования, которые направлены на исследование сознания, они как раз связаны с тем, чтобы преодолеть трансцендентальную философию Канта. Преодолеть, конечно, не механистически, а на самом деле и преодолеть внутренне. Надо на самом деле довести трансцендентальную философию до некого логического завершения, чтобы увидеть, на самом деле, способ, как она... чтобы увидеть способ, каким можно из нее выйти, сохраняя ее в каком-то смысле. Невозможно преодолеть философию простым отказом от нее, простым... простым... новым начинанием. Потому что, как показывает практика, вопросы, которые ставятся в трансцендентной философии, являются существенными вопросами. И, как мы потом и покажем, на самом деле, на субъект, на субъект необходим для того, чтобы вообще философия была возможна. Но в каком виде он необходим, вот мы будем потом это дальше исследовать. Почему философия Гегеля все-таки не удалось преодолеть парадигму, заложенную... Ну, надо, наверное, начинать с Декаб. Почему все-таки Гегель действует в классическом парадигме. Потому что для Гегеля, как и для Декарта, как и для Канта, как и для Фихта, существует некое странное тооргиество, сознание и мышление. Вот давайте попробуем обсудить, почему это так. Дело в том, что основная проблема... Теперь поговорим немножко о трансцендентальной философии с этой стороны. Основная проблема трансцендентальной философии состоит в том, что в ее изложении не вписывается такая вещь, как сознание. Как еще раз говорю, что когда Гегель излагает свою философию, основываясь на понятии сознания, тем не менее, у него не получается полностью преодолеть трансцендентализм, и все-таки в конце у него оказывается абсолютный субъект. Но Гегель во многом как бы все-таки кладет основания новому виду философства. В чем тут проблема? Дело в том, что сознание не является способностью. Я говорил о том, что субъект выражает себя в своих способностях. Он как бы есть единство в своих способностях. А вот сознание это не способность. Для того, чтобы это доказать, необходимо обратиться и попытаться проанализировать, в чем состоит и разница способности в данном случае нам важного мышления. Потому что мышление это способность. Мышление это способность. А это не способность. Для того, чтобы это проанализировать, давайте обратимся к тому, что представляет собой способность. Мы говорили о том, что способность выражает себя субъект-объектным различия. Первое. Что способность точно так же различается, как и субъект-объектное различие. Иначе говорилось о всякой способности интенсионально. Или я это высказывал тем способом, что говорил, что каждая способность соответствует свой предмет. Между способностью и его предметом существует взаимно однозначное соответствие. Я уже показывал на примерах, что это означает. Не может одна способность схватывать предмет другой способности. То есть зрение всегда видит образы, мышление всегда направлено на смыслы, слух всегда направлено на звуки. Каково количество наших способностей, я просто пока это не обсуждаю. Этот вопрос уже выходит за рамки, собственно, философии. Это можно отдельно изучать. Если это так, какой предмет соответствует такой способности, как сознание? Предмет сознания. Ведь у нас мы говорим о том, что всякая способность всегда охвачена сознанием. Все находится в сознании. То есть всякая способность, способность мышления, способность восприятия, способность воображения и прочее, все эти способности, они базируются на сознании. То есть все находится в сознании. Если нет сознания, то нет ничего, и все покоится на сознании. Иначе говоря, если мы пытаемся найти сознанию какой-нибудь предмет, то единственный способ говорить о сознании как о способности, мы должны были бы говорить, что предметами сознания может быть предмет любой способности. То есть если мы пытаемся втиснуть сознание в такое понятие как способность, то мы должны были бы согласиться, что у сознания нет своего специфического предмета. нет своего специфического предмета. Вот тут везде свой предмет специфический. А тут своего предмета специфического нет. И более того, любой предмет любой способности может стать предметом сознания. Почему? Потому что сознание присутствует в любой способности. Когда мы мыслим, мы находимся в сознании, когда мы воспринимаем, мы находимся в сознании. Это при предположении, конечно, вот эти два высказывания, при предположении, что сознание есть некая способность. То есть мы, иначе говоря, предположим, что сознание есть способность, тогда нам следует отсюда сделать вывод, что у него своего специфического предмета нет, и вроде как любой предмет, любой способность может быть предметом сознания. Это странно. Это первая странность. Вторая странность связана с тем, что когда мы говорим о способностях, то тем не менее наш субъект общий, он как бы не затрагивается этими способностями Иначе говоря, субъект существует, даже в том случае, если какая-то способность в данный момент не работает Даже если какой-то способности нет Ну допустим, в классической философии постоянно говорится о таких примерах, как допустим, есть созерцание без мышления То есть субъект существует, он воспринимает в созерцании нечто, как у Канта, а мышления нет Ну или у Гегеля даже чувственной достоверности Чувственная достоверность как непосредственность в нем сознание выступает без помощи понятия То есть само чувственное, чувственность как бы есть, есть ощущения некоторые Когда что-то есть чувственное, тем не менее мышления нет Иначе говоря, как бы отсутствие способности оно не порождает такую вещь, как отсутствие субъекта Тем не менее, когда мы говорим о сознании, то ситуация меняется Потому что если нет сознания, то нет ничего В том числе и нет субъекта И это важно Получается, что сознание такая наша особенность Которая существенно базируется на субъективности Которая наша субъективность в принципе невозможна То есть можно было бы говорить о том, что сознание и субъект в каком-то отношении есть нечто одно И собственно на этом основании, на последнем, Гегель и имеет право переходить от терминов субъекта к терминам сознания Потому что действительно субъект невозможен без сознания Но если субъект невозможен без сознания Если сознание ведет себя каким-то странным выраженным образом Существуют еще другие феноменологические характеристики Просто они менее существенные Мы сейчас на них останавливаться не будем О них можно посмотреть на нашем сайте Я написал по этому поводу статью Так вот, получается, что сознание это неспособность А поскольку сознание неспособность, то оно не вписывается в нашу изначальную формулу В наш изначальный способ, каким манифестирует себя субъект Субъект манифестирует себя в трансцендентальной философии как единство своих способностей И вот эта манифестация в отношении сознания не удается Нет такого места в трансцендентальной философии, куда могло бы выступить сознание Собственно, если рассматривать философию Канта То у него понятие сознания, оно возникает И он о нем говорит как-то очень аккуратно У него получается, что сознание Он не называет сознание способностью Интуиция ему подсказывает, что это не так Но тем не менее, это сознание, оно как бы выступает непонятным образом Оно, кстати, обосновывает Поскольку с сознанием связана такая вещь, как самосознание Именно в терминах Канта Трансцендентальная перцепция Единственная трансцендентальная перцепция Вот эта единственная трансцендентальная перцепция Немало-немного как обосновывает дедукцию категорий И, собственно, для Канта такая вещь, как сознание, очень важна Но почему-то как бы вот это И это, наверное, требует, опять же, дальнейшего исследования Я не могу сейчас сделать последних выводов Но в этом вот я понаблюдаю некую странность Каким образом речь ведется о сознании В чем состоит странность? Странность состоит в том, что сознание трудно присоединить к субъекту Вот в этом субъекте бедном различии Нам важно очень, что Почему сознание, в конце концов Философия Гегеля, скажем Является чем-то тождественным мышлением Действительно, дело в том, что Если мы все-таки базируемся На том понимании, что Каждый способен соответствовать своему предмету И настаиваем на том, что сознание есть своего рода все-таки способность Субъекта, да То необходимо все-таки найти ему предмет И никакого другого предмета для сознания не удается найти Кроме как смысла То есть Мы говорим о том, что как бы вот смысл и есть тот предмет На которые направлено сознание А это предметом является предметом мышления И, собственно, исходя из начальной формулы О соответствии способностей своего предмета Отсюда делается вывод, что Сознание и мышление есть одно и то же То есть поскольку у них предмет один и тот же, а именно смыслы То сознание, собственно, есть просто некоторая форма мышления На самом деле, конечно же, вот этот вывод О тот жести сознания и мышления Не так прост И даже у самого Гигеля это требует В энциклопедии философских наук он, правда Когда обсуждает вопрос о я Он это прямым текстом заявляет И как бы я является именно Чем-то, что одновременно является и сознанием, и мышлением Именно как бы я и есть способ, каким сознание и мышление отождествляется Вопрос о тот жести сознания и мышления требует еще дальнейшего исследования Но пока вот мы останавливаемся на том результате Который, собственно, заявляет сам Гигель Причем мы наблюдаем, что и у гусерля Сознание и мышление отождествляется Потому что у гусерля сознание выступает Как некая интенсиональная способность То есть она имеет свой предмет Гусерля сознания Оно интенсиональное, оно направлено На предметы И опять же, что является предметом сознания Если мы говорим о том, что сознание направлено на предметы Если мы рисуем схему отношения сознания и мира таким образом То мы тем самым ее редуцируем именно к нашему субъекту объектному различию То есть сознание здесь выступает на стороне субъекта А предмет выступает на стороне объекта Ну вот как у Гигеля Гигель даже когда внутрь сферы сознания заключает само сознание И отношение его с предметом Тем не менее, получается, что он все равно Но, несмотря на то, что он превращает философию в нечто эмманентное Тем не менее, он субъект объекта 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 оставляет Оно потом снимается, конечно И все становится субстанцией Все становится неким единым основанием Но, тем не менее, изначально субъект определенного различия лежит в основании философии Гегеля. Так же и здесь, если мы говорим о том, что сознание направлено на некие предметы, то мы опять же сводим сознание к некоему субъектности. И мы можем говорить либо о том, что сознание – это и есть субъект, либо их отождествляет, либо говорить о том, что в сознании есть некоторая способность. Других возможностей-то нет. Либо мы говорим о том, что субъект и сознание – это одно и то же, как у Гегеля. Либо мы говорим о том, что сознание является некой способностью Поэтому как бы Густер, когда рассуждает об интенсиональной сознании Он на самом деле, опять же, оказывается в этой трансцендентальной философии И не мудрено, что в итоге своих исследований Он оказывается в построении Мы его находим в построении некой трансцендентальной феноменологии Которая базируется на интуициях философии Декарта То есть Густер не смог преодолеть трансцендентальный подход И остался в рамках этого подхода Но в этом нет ничего зазорного Потому что трансцендентальная философия является основанием Всякой субъектной философии вообще Если мы ведем речь внутри субъекта объектного различия То есть мы постоянно впадаем в тот или иной вид трансцендентальной философии Это одна из проблем субъекта объектного различия Другая проблема субъекта объектного различия Она связана с тем, что не удается провести четкое различие между субъектами и объектами Еще будет речь Вот у нас есть наше субъект-объектное различие На каком основании мы различаем субъект и объект? Я уже говорил о том, что основанием их различений является различение способностей С тем, что в субъектной философии и в трансцендентальной философии Необходимо Субъект рассматривается как бы вне мира И о том, что для того, чтобы трансцендентальная сама постановка вопроса могла осуществиться Необходима некая абсолютная позиция Трансцендентальная позиция Которая предполагает, что рассматривается само отношение субъекта объекта извне Эту проблему как раз очевидна И на нее прежде всего обращают внимание именно К Который преодолевает с помощью его термина сознания Но я уже об этом говорил Это была вторая проблема Вторая проблема у нас была связана с тем, что субъект в объектном отношении Субъект как бы вне мира Третья проблема Она связана с тем, что мы не можем четко привести субъект объектное различие вообще Я уже говорил о том, что вообще это различие проводится по линии того, что мы знаем, что в единичном субъекте Вот мы знаем, каждый из нас знает о себе, что в единичном субъекте, что принадлежит субъекту Субъекту, собственно, принадлежит Это мышление Согласно классической философии представление Воображение И в некоторых отношениях, например, в классической философии Канта Даже в созерцании или восприятии Есть субъективность, которая выражена в чувственных формах пространства и времени То есть даже, можно сказать, в каком-то отношении и восприятии Хотя на самом деле это не обязательно так Потому что на долю собственного мира тогда у Канта остаются только ощущения Собственно, получается, что все, что приходит со стороны мира Со стороны объективности, если можно так выразиться Это только ощущения А все остальные формы, они приданы миру со стороны субъекта И тогда мы получаем, что различия субъекта и объекта Постоянно стремится к тому, что все становится субъективным Почему так получается? Потому что, когда мы рисуем субъект-объект отношения И сами находимся в рефлексивной позиции То есть той самой трансцендентальной позиции или рефлективной У Гигеля она называется рефлективной То есть у Канта называется трансцендентальной Потому что она рассматривает вопрос извне Потому что сама эта позиция не включена в саму философию У Гигеля она включена внутрь философии Поэтому трансцендентальную позицию у Гигеля называется рефлективной позиции Но она включена внутрь философии То есть само сознание рефлектирует свое отношение с своим объектом И поскольку рефлективная позиция замыкает субъективность внутрь себя Она замыкает То в философии Гигеля нет ничего внешнего Собственно, такое замыкание философии мы наблюдаем уже в философии Фихте То есть Фихте уже говорит о том, что я себя рефлектирую И получается, что на долю мира как такового, объектности как таковой Приходится в итоге только некий толчок То есть никакого содержания там уже нет То есть все содержание, которое существует в мире Оно выстраивается самим субъектом И это представляет, собственно, проблему классической философии Классическая философия, она вот как раз в силу своей трансцендентальной постановки вопроса Она вот замкнулась в некоторую свою субъективность Даже попытка Гигеля спасти философию, пытаясь обосновать философию абсолютного субъекта Она тем не менее как бы все равно остается в рамках этой субъективности Почему это так происходит? Потому что на самом деле различение субъекта и объекта проходит по линии различения способностей Я уже говорил о том, что субъект выступает и эксплицирует себя в трансцендентальной философии только как субъект способности Вот у нас субъект, как и постоянно одна и та же формула, это есть единство своих способностей И он не может выступить иначе И поэтому если мы говорим о различии субъекта и объекта, то мы не можем говорить о никаком другом различии Какое различие, которое проходит по линии различения способностей Но если это так, тогда получается, что в субъект-объектном вот этом различии Собственно, объект представляет собой только нечто чувственное Сейчас я опять же веду речь о том, когда объектом выступает сущее Сущие либо феномен Вот эту проблему преодолел в современной философии только Хадигер Вот его поворот к языку как раз и означал на самом деле Что он начал рассматривать то, что называется феномен И то, что в классической философии было бы только чувственное Вот если мы вспомним, что такое явление у Канта Кант явление, которое дано в созерцании Он противопоставляет науменам, которые даны в мышлении Или с помощью мышления То есть, опять же, все различия, которые мы наблюдаем в трансцендентальной философии Все эти различия выступают по линии различения способностей Но так уж устроена трансцендентальная философия, философия субъектов Субъекта просто иначе по-другому нельзя вести Он вводится именно как единство своих способностей По-другому он не вводится Он вводится, конечно же, еще Я как говорил, что есть в парадигме Как классические философии Есть несколько равнозначных начал Которые Описывают одну и ту же Постановку вопроса с различных сторон Субъект также вводится как Субъект объектного отношения Есть субъект объектное различие И субъект вводится как Субъект это субъект объектного различия Оно в этом субъект объектного различия Мы должны субъекты как-то эксплицировать Для того, чтобы двигаться дальше И вот он эксплицирует себя как субъект Как единство своих способностей И поэтому все различия, которые проявляются И в содержательном, и в формальном отношении Они все проходят по линии различений своих способностей И в том числе феномен Он представляет собой нечто чувство Если мы посмотрим на начало философии и Канта, и Гегеля То и у того, и у другого Начало философии начинается в чувстве У Канта есть некое созерцание без мышления У Гегеля есть некое чувство без понятия То есть феноменология Дука Гегель начинает с того, что сущее Которое является первым нашим предметом Которое должно постигаться непосредственно Либо без помощи понятия Иначе говоря, все основанием движения знания Оно начинается с чувства И феноменальная область, да, это область чувства И постоянный референд всей классической философии состоит в том Что понятие нельзя искать в чувстве То есть понятие не феноменальное То есть понятие это нечто другое И как я в прошлый раз рассказывал Что вся проблематика И весь парадокс Классической философии состоит в том Что мышление, поскольку оно является субъективным С одной стороны является субъективной деятельностью познающего А с другой стороны, как бы должно, тем не менее Отражать сущность и истину самого мира То есть как бы сущность и истину самого феномена Получается так, что есть некая чувственная область Вот такая, некая пленка, которая нами воспринимается Собственно, субъект, как бы на его стороне находится мышление И это субъективное мышление находится как со стороны самого субъекта И так и как бы потусторонне в виде сущности Сущности и истины Вот эта сущность и истина является Оно объединено с этим мышлением То есть именно субъективное мышление Как бы конституирует истину и сущность того, что воспринимается То есть это того, что мы называем феноменом И заслуга феноменологии в лице Гусерля Она как раз и состоит в том, что Гусерль начинает говорить Не об этом субъективном мышлении, которое у Канта характеризуется Как некая спонтанейность, да У Гигеля она характеризуется как наша свобода То есть иначе говоря, как чисто субъективное Так заслуга Гусерля говорит о том, что он усматривает Некую интеллектуальную интуицию Канта такой интуиции не допускает Он считает, что мир нам дается только чувственно И понятия, они являются исключительно априорными формами Исключительно как бы чем-то субъективным У Гигеля немножко другая ситуация Поскольку у него есть абсолютный субъект И поэтому понятия в некотором отношении существуют Есть некий как бы духовный мир, да Как бы некая логика мира, да И вот в этой логике мира существует вот эта сетка понятий Которая существует в виде как бы духовной сущности Которая паранизывает весь мир Но, опять же, это не спасает философию Гигеля От этого не становится объективной философией Она точно так же базируется на субъектно-объектном различии Просто одни как бы проблемы субъекта-объектного различия Гигеля удалось избежать, а другие не удалось А почему Гигелю вообще как бы потребовалось Именно предположение об абсолютном субъекте Потому что философия Гигеля в некотором отношении есть теология И, собственно, теологическую свою интенсию Гигель так и не смог преодолеть философии И он даже и не пытался этого сделать Собственно, как бы в некотором отношении Если посмотреть, то в философии Гигеля Есть попытка разрешить проблемы, которые поставил Кант Когда критиковал антологическое догадательство Божие И вот он как раз в некотором отношении решал те проблемы На которые указал Кант И поэтому философия является в каком-то отношении теологии Но это как бы отклонение от рассмотрения самой сути вопроса Итак, в чем состоит еще одна проблема? Проблема состоит в том, что все различия, которые мы наблюдаем Субъект объектной философии, точнее философии субъект Или трансцендентальной философии Они базируются на различении способностей И это на самом деле большая проблема Потому что Гусель, если мы смотрим эту схему Указал на самом деле, что в отличие от Канта Не знаю, как от Гегеля, честно говоря Но в отличие, скажем, уверенно от Канта Он предполагал возможность интеллектуального То есть категориального усмотрения Или, как он говорил, усмотрения сущности Иначе говоря, когда Гусель говорил о том, что назад к вещам К самим вещам То он имел в виду, что феномены представляют собой Вот такую двухсложную структуру Они требуют не только воспринимания Не только чувственной способности Они требуют также и мышления Собственно, например, уже Хадиггер брал эту возможность Как нечто очевидное И, собственно, феномен, который понимается Именно как феномен единства мышления и восприятия Как некое конструктивное целое Для современной философии является чем-то Общепризнанным Потому что и постклассическая философия В лице постпозитивистов, скажем так Она постоянно обсуждает о том Что опыт всегда теоретически нагружен Это и идет об этом речь Что всегда мы, говоря о некотором опыте Или говоря о некоторой данности Мы всегда имеем в виду, что она, эта данность Является не просто чувственной данностью А она, на самом деле, является чем-то Во что включено мышление И я, когда обсуждал, что такое феноменология И различал феноменальное и феноменологическое Я как раз и указывал на то Что феноменальное – это как раз указание на чувственное А феноменологическое – это указание на вот это понимание феномена Которое имеет вот такую двусложную структуру Он имеет слой воспринимаемого и слой мыслимого Что такое слой мыслимого? Это отношения, которые мы в самом восприятии установить не можем мы как бы их не видим, но тем не менее, для того, чтобы пробиться к феномену, нам надо как-то фиксировать. И способ этой фиксации состоит в том, что существуют понятия, можно было бы сказать о них, что они являются эмпирическими понятиями. Кстати, по этому поводу интересно, что, например, Гегель всегда говорил, что понятия не могут быть эмпирическими. И это один из способов, каким он критиковал Канта. Ну, так вот эти вот эмпирические понятия, они создают здесь эмпирическую теорию феномена, и феномен представляет собой такую двусложную структуру. Почему это важно, вот эта двусложная структура? На этой двусложной структуре основывает возможность своей философии Хайдегер. Нам в конце будет важно именно как раз Хайдегерское решение вопроса, поэтому изложение позиции Хайдегера по своему существу здесь уместно. Именно Хайдегер, когда говорит о том, что феномен, ну, точнее, феноменология, как бы, это некий способ, каким мы ведем речь, раскрываем в речи то, как феномен сам себя являет, и то, что речь вообще может, собственно, феномен, как бы, этот ухватить и дискриптировать. И он говорил о том, что дискриптивная феноменология, это, собственно, и есть феноменология. Так вот, возможность, такая возможность базируется на том, что сам феномен представляет собой такую двусложную структуру. Потому что что такое представляет собой наш язык или наша речь? Наша речь или наш язык представляет точно так же двусложную структуру. На переднем плане, в котором находится материальный составляющий в виде знаков, либо текста, да? И на заднем плане это мышление, мысли, смысла, значения. Опять же, это составляющие, как бы, и составляющие, то, что мы, как бы, удерживаем с помощью способностей мышления, если мы сейчас, как бы, говорим о способностях. А знаки текста мы удерживаем с помощью восприятия. Иначе говоря, структура речи или языка, она подобна структуре того, как устроен феномен, как устроен мир в целом. Мир в целом тоже устроен двусложным способом. На самом деле, более многосложным способом, потому что каждый способен соответствовать свой предмет. Но мы сейчас это обсуждать не будем. По крайней мере, двусложным способом. И поэтому в этом подобии оправдывается возможность собственно, феноменологии как такова. именно феноменологии, которая базируется на феноменах, и эти феномены описывает в некоторой речи или в некотором языке. Вот этот путь, как бы, путь Хадигера, и в этом и состоит, собственно, понимание того, что такое поворот к языку. Когда язык берется именно как то, с помощью чего мы можем поприблизиться к сущности самого мира. Потому что в этом случае мышление не является субъективным. Почему? Потому что мышление – это одна из способностей, как и способность восприятия, которая ухватывает в мире какие-то отношения, которые самому миру присущи. То есть даже как и восприятие. Восприятие ведь тоже является нашей способностью, но тем не менее оно ухватывает в мире то, что является характеристиками самого мира. Когда мы находимся в восприятии, нам сложно, хотя Кант это все-таки утверждал, говоря о пространстве и времени, что это наше форме чувства, но все равно не менее нам всегда сложно говорить о восприятии как о нашем произволе, в смысле нашей свободы или нашей спонтаненности, как у Канта. Но мышлением мы это говорить можем, поэтому как бы субъективная философия, она мышление тут же приватизировала. Но если возвращаться к самим вещам и исходить из того, что возможно такая вещь, как усмотрение сущности, возможно интеллектуальная интуиция, в отличие от Канта, который ее не допускал, то тогда мышление является одной из способностей, с помощью которой мы смысл самого феномена раскрываем. И раскрываем мы ее в языке. И вот, остановившись и обозрев все необходимые подготовительные замещения трансцендентальной философии, теперь необходимо поставить тот вопрос, ради которого все это исследование сегодняшнее и весь этот доклад был посвящен. Мы теперь удерживаем весь контекст того, о чем я говорил. Мы пытаемся поставить вопрос о статусе философии. Вопрос этот ненадуманный, как кажется. Сейчас я поясню, что имеется в виду. В чем тут состоит определенного рода сложности. Дело в том, что... Вот давайте рассмотрим субъект объектное различие в следующем контексте. Мы говорим о том, что в субъект объектном различии есть три момента. Есть моменты объектности, есть моменты отношения субъекта-объекта, то, что можно было бы назвать актами, да, актами способностей, и субъект. Допустим, мы берем объект, да, и говорим о том, что мы изучаем объекты. Те науки, которые изучают объекты... Сейчас мы говорим об объектах в смысле феноменов. Феноменов. Ну, сущих. Те науки, которые изучают феномены и сущие, да, как бы те науки, предметами, которыми являются конкретные какие-то феномены и сущие, представляют собой просто обыкновенные частные науки, да. И, собственно, совокупность этих частных наук разбивает весь мир, вот весь мир, объектный мир, он как бы разбивается на объекты частных наук, где вот объект частной науки. Ну, понятно, что мир как бы весь разбивается на мир объектов, да, и вот как бы определенный род объектов, надо говорить, род объектов, он объект определенной частной науки. Науки. И, собственно, у философии, если мы смотрим опять же на это различие, остаются две возможности. Либо философия берет в качестве рассмотрения субъект и его акты, то есть субъект и его акты. Вот представляется, могут представлять, могут представлять содержание философии. Почему? Потому что если всеми объектами занимаются конкретные науки, если философия последует этой тенденции, например, как это сделала аналитическая философия, да, и пытается найти среди объекта, да, среди феноменов, исущих, некий свой предмет и его изучать, то она просто станет верять частных наук и, собственно, как перестанет носить ими философию. Ей бы в этом случае следовало бы найти некое тоже частное название, как, собственно, у каждой частной науки, и перестать себя называть философией. Собственно, название философии для такой науки – это просто некое недоразумение. Но в отличие от данного субъекта обетного различия мы понимаем, что вот субъект и его активность, она находится как бы вне объектов, да, вот я говорил, что он как бы вне мира находится, да. И вот этот предмет, субъект и его активность, она как раз может стать, поскольку она не является некоторым объектом, да, в том смысле, в котором я говорю, что он не является некоторым феноменом или сущим, да, вот. Субъект и его активность является, может стать предметом некоторой философии. Но в свое время я говорил о возможности бессубъектной философии, да, как бы, бессубъектной антологии. Что я имел в виду? Вот я имел в виду, что как бы не удается от единичного субъекта перейти к всеобщему субъекту, как бы, да, и вот в смысле всеобщности следует как бы рассматривать вопрос без субъекта. Это уже субъект, предположение о субъекте, там имеет определенную роль от трудностей, но часть этих трудностей я в данном докладе изложил, когда рассматривал трансферинальную философию. В частности, там, допустим, нет места для представления о субъекте, нет места в сознании, да, там, собственно, приходится сознание и субъект отождествлять. Иногда их приходится отождествлять, иногда растождествлять. В общем, понятие субъекта, оно нерелеванно к самому рассмотрению. Когда я говорил о бессубъектной онтологии, необходимо было бы указать, что в этой бессубъектной онтологии является элементами этой онтологии. И когда мы говорим о том, что феномен представляет собой вот такой двусловно сущее, мы говорим о том, что именно в этом понимании феномена нет никакого необходимости представления субъекта. Потому что этот феномен уже выписан не как феномен способности. Скорее здесь способности, они скорее являются чем-то привходящим. Потому что сам феномен должен описываться, исходя из другой просто логики. Но поскольку мы как бы находимся в субъектной логике и выпрыгнуть из нее не можем, мы вот описываем феномен таким образом, что он двухслойный. И просто получается, что этот феномен, он просто не требует предположения о некотором субъекте, он сам по себе достаточен. И вот он является элементом такой бессубъектной онтологии. Но эта бессубъектная онтология, если посмотреть о том, чем занимаются частные науки, и эта бессубъектная онтология, собственно, может выразиться только в некоторой компилятивной картине мира, которая была бы построена на тех выводах, которые дают частные науки. Иначе говоря, философия тогда бы свелась бы к тому, что она бы определенным образом упорядочила и организовывала то содержание, которое дают частные науки. Никакого собственного содержания у него бы тогда не было. И философии тогда бы не было. Точнее, если мы отказываемся от субъекта и от рассмотрения, не от объекта, а от предмета такого рассмотрения, если мы отказываемся от философии возможности рассмотрения субъектности, то мы теряем почву для возможности самой философии. Поэтому, как бы мы не критиковали субъект объектной различии, тем не менее, поле с философией коренным образом связано с субъектом. И в частности, если указывает на интуицию, почему это так, она состоит в том, что всякая современная философия является феноменологией. В том смысле, что она базируется на опыте. А если она базируется на опыте, то этот опыт мы не можем об этом опыте говорить как об опыте бессубъектном. Этот опыт всегда есть опыт субъектный. Иначе говоря, если мы движемся в рамках феноменологии, а как я говорил уже, феноменология начинается с философии Декарта, то мы не можем отказаться от субъекта вообще. В каком-то отношении субъект должен сохраниться. Опора на опыт. Сколько есть опора на опыт, нам представление о субъекте необходимо. Что еще в нашем субъектно-объектном различии, когда я рисовал субъектно-объектное различие, надо еще раз написать. Поле философии можно выделить следующим образом. Поле объектности – это поле частных наук. Философия имеет поле субъекта. Поле субъектности. Что еще выходит за рамки поле объектности и может составлять тем самым содержание философии? Таким предметом является бытие. Действительно, ведь бытие не является каким-то объектом, в отношении которого могла бы состояться некоторая частная наука, которая могла бы исследовать бытие, исходя из того, как оно дано в поле объектности. Почему? Потому что бытие не является каким-то феноменом, да? Бытие – нечто такое особое. И вот в этом отношении развивает свою логику Хадиггер. Действительно, логика Хадиггера выглядит следующим образом. И она вполне последовательна. У нее получается так, что любая онтология, любая онтология является феноменологией. А почему? Потому что любая онтология в современных условиях должна опираться на опыт. И поскольку она напирается на опыт, она должна быть в себе феноменологией. Это понятно. Хадиггер делает такое заключение не только в одну сторону, но и в другую сторону. А именно, что любая феноменология также является онтологией. Наоборот. То есть, любая феноменология является онтологией. Почему? А потому что о всяком конкретном феномене, о всяком конкретном сущем занимаются частные науки. Если философия пустится изучать какие-то конкретные сущие, выделенные сущие, то она просто станет частной наукой и перестанет быть философией. Для того, чтобы философия оставалась в философии, она должна иметь свой выделенный предмет. И выделенный предмет, которым она занимается, является бытие. Собственно, когда речь идет об онтологии, то она связана с вопросом о бытии. И поэтому, когда мы говорим о том, как возможна философия, то, собственно, с позиции Кайдигера философия возможна только как некоторая феноменологическая онтология. Причем эта онтология, опять же, базируется на субъекте. Ей деваться некуда. Просто та часть, которая связана с субъектом, она называется фундаментальной онтологией. И исследует она бытие такого сущего, как присутствие, как дазан. Особого сущего. Но если вспомнить на самом деле классическую постановку вопроса, связанного с тем, в каком поле должна работать философия, то давайте рассмотрим вопрос о возможности метафизики, о том, что является предметом метафизики, и как они обрисовываются у Канта и Гегеля. Канта и Гегеля. Предметом метафизики является первым... Это... Ну, если мы говорим душа, то на самом деле является субъект. Субъект. То, что Кант назвал душой. Далее, это мир как целое. Целое. И абсолют. На самом деле абсолют, это абсолютный субъект. Поскольку, когда мы говорим о душе и говорим о абсолюте, это и то, и другое, это вопросы субъекте. И неважно, на самом деле, речь идет ли об абсолютном субъекте, либо о единичном субъекте, либо о всеобщем субъекте. В любом случае, речь идет о субъекте. А когда мир как целое, на самом деле, включено в антологию бессубъектную, да? Антология. И она, возможно, как вот именно та самая компиляция. Компиляция знаний, добытой частными науками. Поэтому вопрос о мире как целое можно опустить. Получается, что к тому, что Хадиги рассматривает как вопрос о бытии, добавляется еще вопрос, связанный с субъектом. И получается, что фактически, причем, как бы, почему вопрос о бытии в классической философии, почему такого вопроса, в смысле, метафизики, ни Кант, ни Гегель не ставят? Потому что, как описывает эту ситуацию Хадигера, у них вот возникло некое забвение бытия, да? Собственно, вот у Хадигера возникает, возникает вот восстанавливается античное вопрошение бытия. Он этот вопрос заново ставит. И мы понимаем, почему этот вопрос о бытии возможен, потому что бытие, опять же, не вписывается, не является некоторым объектом, да? Как раз у Хадигера рассуждение говорится о бытии сущих. Сущие, оно как бы является некоторыми объектами, и они могут стать предметами отдельных каких-то частных дисциплин, а вот бытие как таковое, да, оно не может стать предметом исследования частной дисциплины, но, тем не менее, оно может стать предметом исследования философии. И, собственно, это и является ее предметом, то, что называется философия онтологии. И получается, что вот у нас, если объединить теперь возможности, которые указывают классическую философию в лице Канта и Гигеля и Хадигера, то у нас есть две возможности, да? Развивать философию – это субъектность, то есть у нас есть такой предмет, как субъект, субъектность, связанность с... Субъектность. Исследовать, да? И второй предмет – это бытие. Вот, собственно, бытие – это философия Хадигера. То есть он ее видит, как он сейчас ее развивает, потому что, в отличие от античной философии, философия Хадигера уже основывается на феноменологии, да? И антологию он строит как феноменологии. И вообще заявляет, что антология возможна только как феноменологии. И более того, даже если у него антология и феноменология не равняются феноменологии, да? Между ними есть знак равенства. И это равенство, на самом деле, исключительно точно. Дело в том, что с субъектностью не может быть связана феноменология, потому что субъектность в смысле феноменологии рассматривается тоже какой-то частной наукой, допустим, психологией или физиологией. Ну, давайте субъектность рассмотрим отдельно. То есть мы уяснили вопрос с тем, что есть возможность философии двигаться в ту сторону, в которую ее повел Хадигер, да? А именно в сторону исследования вопроса о бытии. Причем на этом пути как феноменология, антология является чем-то существенно одним и тем же. Почему? Потому что другой возможности развивать философию, развиваться философией просто нет, да? Потому что все другие возможности, как бы, они уже освоены частными науками. А философия, если она не хочет встать в ряд частных наук, а попытка встать в такой ряд для философии просто губительна, она просто перестает быть, да? Она становится просто какой-то другой наукой частной. Так вот, для того, чтобы философия сохранила свой статус, она просто, она в смысле Хадигера, да, она может заниматься только бытием. Поэтому феноменология, антология, позиции Хадигера, это и есть одно и то же. Ну вот у нас теперь остался вопрос, связанный с субъектностью. Что же к субъектам? Как раз Хадигер это, возможно, тоже, конечно же, использует, потому что у него антология, она базируется на фундаментальной антологии, связанной с аналитикой, да, занятой, то есть с аналитикой такого сущего, как присутствует, то есть с особого сущего. И, собственно, весь пафос философии Хадигера связан с введением такого понятия, как экзистенциал, и, собственно, субъект там развивается в полной мере, да, как бы, ну там идея идет не о субъекте, а присутствует, потому что сам термин субъект себя дискредитировал, потому что мы всегда, если мы говорим о субъекте, мы говорим о субъектном различии, и, собственно, субъектное различие, оно само по себе слишком проблематично, чтобы... но оно просто не имеет дальнейшей возможности развития, да, и, как бы, философия Гусерля как раз на это указывается. То, по сравнению с филоменологией, которое предлагает Гусерля, оно и есть тупиковое, оно возвращается к той системе, которую строит еще Кант, и оно не имеет никакого продолжения. Но вот сейчас мы попробуем показать, на самом деле, что вот субъект можно развивать в две стороны, да, вот в сторону, которую ее уводит трансцендентальная философия, да, ну, последним таким построением трансцендентальной была попытка построить трансцендентальную феноменологию. Феноменологию. Причем трансцендентальная феноменология есть не что иное, как просто трансцендентальная философия, да, в смысле Канта. Просто слово феноменология надо понимать в том смысле, что это опора на опыт. У Усерли она имеет какой-то частный характер, то есть он понимает свою философию как феноменологию, но на самом деле следует понимать, что слово феноменология имеет общий характер. Когда она начинается с Зекарта и относится ко всем классическим философам. Вот это одна возможность, но это вот возможность тупиковая. Почему тупиковая возможность я уже показывал, потому что она необходимо предполагает ввести по такой понятии, это трансцендентальный субъект, то есть всеобщий, который есть на самом деле всеобщий субъект. И вот проблема как раз и связана с тем, связана со статусом этого субъекта. Дело в том, что этот субъект, трансцендентальный всеобщий субъект, он также соотносится с какими-то, опять же должен соотноситься с какими-то объектами. И вообще вся проблематика субъекта объектного различия, она как бы просто из позиции единичного, психологического, эмпирического субъекта, когда она просто спускается вниз в теорию, да, и вся теория точно так же вот разбивается, все проблемы, какие были связаны с субъектом объектным различием, они просто вот восстанавливаются уже только на теоретическом уровне. Это первая возможность, а вторая возможность ее, как я показывал, вот это был Камп, Камп, да, ну и гусер в конце. А вторая возможность, она связана с философией Гегеля, да, и я вот ее хотел бы назвать, ну, допустим, имманентной феноменологией. Ну, дело в том, что вот эта вот имманентная феноменология, ее же развивает и Хайдеггер. Нам интересна та ее часть, которая связана с чистой феноменологией. Чистая феноменология. Но вообще говоря, вот ее развивает прежде всего, конечно, Гегель. Ну, у Гегеля есть много, для того, чтобы тот способ, какой феноменология развивается, у Гегеля очистить от вот привнесений, теоретических привнесений, от каких-то установочных утверждений, да, от каких-то там дополнительных построений, связанных там с обоснованием Абсолюта, ну, и связи каких-то отдельных форм сознания, допустим, друг друга посредством определенного рода построений там, отрицания, отрицания и прочее. Если рассматривать, допустим, феноменологию духа, как Гегеля, как попытку выстроить вот такую имманентную феноменологию на основе сознания, да, тут вот как бы речь идет о субъекте, а здесь как раз речь идет уже о сознании. То речь идет о том, чтобы взять сознание в качестве того, такого сущего, на основе которого выстроится чистая феноменология. Но чистая феноменология не в смысле трансцендентального, трансцендентальной философии, а в смысле вот именно имманентной философии. То есть имманентная феноменология, ну, как в своей чистоте, то, что я называл наукой сознания. Дело в том, что Гегель такую имманентную феноменологию повел в другую сторону, он как раз, несмотря на то, что он базировался в феноменологии духа на движении сознания, как некоторые субстанции, в итоге, в силу того, что сознание и мышление у него отождествлено, оказывается, у него в итоге, как бы, мы имеем дело с такой дисциплиной, как логика, да, на которой базируется, здесь у нас, как бы, база это сознание, так и остается. А здесь это, которая у Гегеля в качестве такого произведения является наукой логики, соответственно. И все это базируется на мышлении. Вот были две возможности. Причем это тоже некая чистая дисциплина, да, чистая дисциплина. Ну, вот эта вот чистая дисциплина наукой логики, она сейчас остается как возможность, правда, эту возможность, я не знаю, там, в виде диалетической какой-то философии кто-то пытается развивать, но она, как бы, похоже, вырождается просто в чистую схоластику, потому что она изначально была чистой дисциплиной, у нее нет возможности пробить. И поэтому она остается чем-то таким, вот, как бы, проектом, каким-то незавершенным. Но, тем не менее, вот, если мы различаем сознание и мышление, то, вот, как я уже говорил об этом, вот, возникает вот такая возможность чистой феноменологии, то, что я назвал наукой сознания, да, и эту возможность можно развивать. Другой возможности развивать философию просто не существует. Получается, что философия, статус философии в современном ее состоянии таков, что либо философия откажется от попытки стать, решить изначальную постановку своей проблемы, а именно стать неким основанием для всех наук, да, вот, некоторым, некой фундаментальной дисциплины, да, из которой все остальные науки должны черпать свою обоснованность. И, собственно, как бы, наука сознания, как я показывал, поскольку сознание представляет собой некое основание, да, вот то, с какой стороны здесь рассматривается сознание, ведь сознание, своего рода, ведь тоже феномен, да, помните, я говорил о феноменах, да, вот, теперь если мы берем сознание, сознание – феномен. И, с одной стороны, этот феномен рассматривается рассматривается некими частыми науками, ну, допустим, психологией, физиологией, ну, там и многие другие логии. И тогда это рассмотрение сознания не является, собственно, философским, как бы, и в этом предмете философия делает нищего. Либо сознание рассматривается со стороны того, что оно является основанием, да, основанием всех других наук, как я говорю. И в этом отношении, в этом отношении, ну, я говорил, а тут еще о всеобщем сознании, то есть, когда вопрос ставится в этом разрезе, как вот я ставил вопрос с постановкой, как я ставил вопрос, связанный с наукой сознания, тогда сознание перестает быть частным феноменом, да, феноменом, связанным каким-то рассмотрением частной дисциплины и становится неким фундирующим феноменом, который обосновывает любую науку, то есть, любую частную науку. И получается, что, если мы покидаем пределы трансцендентальной феноменологии и критикуем ее, да, если мы понимаем, на самом деле, что вот такая чистая дисциплина, как наука логики в современном ее виде представляет собой некую уже сколастику, да, она просто оторвалась от феноменологичности, и непонятно, как ее теперь проецировать обратно, да, то есть только один Гигель, наверное, знаю, как это можно сделать, то остается две возможности, да, вот Хайдегеровская возможность, связанная с феноменологической онтологией, вот Хайдегер, да, остаются две возможности философии. Во-первых, Хайдегер со своей феноменологической онтологией, и это одна возможность, и эта возможность как бы уже осуществил Хайдегер, либо вторая возможность, она связана вот с наукой сознания. Причем не очень понятно, возможно ли это, как эту возможность осуществлять. И других возможностей в философии развивать свой предмет нет. Все другие возможности, да, когда философия скатывается на статус чьей, ну, конечно, всегда есть возможность стать частной наукой. Но если философия станет частной наукой, она просто перестанет быть философией по определению, да. Стать частной наукой, это означает просто проиграть, ну, сдать все свои позиции, да. Поэтому вот это, это как бы провал, и мы этот провал как бы не принимаем во внимание. И вот единственная возможность как бы развиваться вот у нас и сделать что-то в философии интересное и новое, это вот развивать науку сознания. Ну, естественно, в той постановке вопроса, как я ее ставил в некоторых своих предыдущих докладах. Вот я вот не знаю, следует здесь что-то сказать о том, почему это наука сознания представляет собой нечто существенно иное, чем субъект-объектная философия. Просто дело в том, что я всегда рисую, что такое сознание, да. Сознание — это некая сфера. Ему сфера сознания. То есть она сфера, поле сознания. То есть она нечто пространственное. И это существенный разговор о сознании. И дело в том, что, поскольку все, что существует, существует в сознании, то все остальные сущности, да, и способности, и объекты, и даже субъекты, все они существуют в этом пространстве. Вот абсолютный субъект, там, да, мышление, восприятие. Вот они существуют там, воображение. Они существуют как некие области внутри этого сознания. И, собственно, когда мы говорим о субъекте, да, то речь идет о неком фокусном сознании. Вот мы говорим про периферическое сознание, это я просто повторяю некоторые предыдущие доклады, да, и фокусное сознание. И когда фокусное сознание перемещается в тот отдел, который связан с восприятием, оно воспринимает. Когда перемещается в то положение, в котором тут находится мышление, оно мыслит, да. Иначе говоря, само в этом, в этой модели пространственного сознания, само отношение сознания с объектами, оно именно понимается имманентным способом. Нельзя писать о том, что как будто бы есть отношение между сознанием и объектом. Вот это вот, это нонсенс. Это нонсенс. Потому что вот в таком представлении сознание объекта равняется самому объекту. В смысле содержание, конечно. А как, а есть, но если мы ведем речь о феномене в том, в уточненном виде, как я говорю, что если феномен вот есть, вот такая двусловная структура, да, и этот феномен может быть представлен бессубъектно, то он, естественно, этот феномен, хоть и представляется бессубъектно, то есть без использования термина субъект, который базируется на своих способностях, то, тем не менее, он, этот феномен не представляется без сознания. Да. И каким образом он представляет себе сознание? Он представляет себе тем способом, что сам феномен и сознание феномен – это просто одно и то же. Иначе говоря, в структуре сознания мы видим этот феномен. И тогда фокусное сознание, оно просто, этот феномен, в котором объединены, возможно, данные различных способностей. Этот феномен просто есть не что иное, когда фокусное сознание переходит в позицию восприятия этого феномена. Самое главное, что вот в этой модели пространственного сознания, которую мы будем развивать дальше, что здесь сразу высвечиваются два существенных характеристики. Во-первых, в такой модели сознание действительно является основанием. Основанием. Основанием, которое объединяет предметы всех способностей, которые объединяют все – и акты, и сами объекты. Потому что оно как пространство является тем посредником, благодаря которому мышление и восприятие, допустим, как разные способности, предметы мышления и восприятия могут между друг другом соотноситься. Собственно, когда, допустим, возвращается к классической философии, когда ведет речь о том, каким образом мышление может проектировать свое понятие на созерцание, таким образом понятия могут быть применены к объектам созерцания. То есть в его понимании речь идет о том, что должна быть некая общая почва. Этой общей почвой является атомационалентальная схема, которая осуществляется с помощью способностей суждения. В данном случае речь идет просто о сознании. То есть та атомационалентальная схема, о которой идет речь Кант, есть не что иное, как схема сознания. И та способность, а именно способность суждения, есть не что иное, как, собственно, сознание, то есть как бы действие сознания. Это первое. То есть она действительно может быть основанием для сравнения различных сущих. Сравнение различных предметов. Это первое. А второе, и это очень важно, мы говорили о том, что наука сознания, она должна исследовать именно всеобщее сознание. Но с позиции этого всеобщего сознания никакого всеобщего субъекта не существует, а существуют только все субъекты, всегда единичные. И мы должны понимать, каким образом единичные субъекты редуцируются во всеобщее сознание. И эта редукция, которая существенно говорила бы о некоторой непрерывности самого философского движения, она существует следующим образом. У нас единичный субъект, есть не что иное, как вот здесь я говорю, фокусное сознание. И когда мы переходим от единичного сознания к всеобщему сознанию, происходит просто переход от фокусного сознания просто к сознанию. Иначе говоря, если рисовать это в наших диаграммах, то сначала у нас есть различия фокусного и периферического сознания, а потом просто есть осознание, которое мы называли всеобщим сознанием. И вот этот переход является непрерывным. И тут нет никакого скачка. То есть единичные субъекты и всеобщие субъекты представляют единичный субъект, точнее, единичное сознание. Единичный субъект и единичное сознание. И всеобщие сознания, они на самом деле лежат в одной непрерывной плоскости. В одном неком непрерывном пространстве. Просто когда мы говорим о единичном сознании, мы вынуждены говорить о неком фокусном сознании. Когда мы переходим к обсуждению всеобщего сознания, мы элиминируем просто такое представление, как фокусное сознание. Различие фокусного сознания и периферического сознания я тоже делал в других докладах. И, собственно, напоследок я просто в кратком абрисии показал, что представляет собой наука сознания. На каких принципах она должна быть основана и что, собственно, она может дать.